Мы выступаем с танцами. Я в группе «Трафик». Это костюм называется для танца «Не шумите». Мы его много раз танцевали. Тут вот такая вот машинка красивая. Вообще в этом танце мы играем обычных ребятишек, которые на улице веселятся, там что-то балуются. Сколько себя помнит, танцует. С трех лет девятилетний Егор Жировский ходит в Благовещенский «Трафик». Выступает в коллективе на общегородских праздниках. Сейчас готовится к конкурсу «Я хореограф», где планирует поставить номер с элементами гимнастики. Среди занятий также плавание. При этом успевает все совмещать и в школе учится на отлично. Обязательно находит в своем плотном графике время для встреч с друзьями. Вообще у меня во дворе много друзей было, и сейчас есть. Ну, Макар, Ваня, Влад, Вова, Руслан, Артем. Мы часто с ними в основном вместе гуляем вон там на улице. Иногда я кого-то из них приглашаю сюда. То есть гостей любишь принимать? Ну да. Но главным другом, по словам Егора, многие годы остается бабушка. С ней мальчик любит играть в шашки и делиться самым сокровенным. Вместе с семьей с ними также живут дедушка и дядя мальчика. Путешествуют по России. Если бы семь лет назад ребенка после ухода матери и смерти отца на воспитание не забрали родственники, его жизнь могла сложиться совершенно по-другому. Нельзя, чтобы дети находились вне семьи. Детский дом есть детский дом. Семья есть семья. И я считаю, что с ребенком надо находиться все 24 часа в сутки. Жить его проблемами, его мечтами, что он хочет, чему он хочет научиться, уметь его слушать. Потому что ребенок много познает, ему хочется поделиться, рассказать все это. Выслушать и поддержать женщину, заменившую Егору маму, тоже есть кому. Регулярно к ним в гости приходит закрепленный за семьей специалист органов опеки. Наша государственная задача поддерживать семью, оказывать ей всему общую помощь, направление защищать права ребенка. Некоторые юридические вопросы мы решаем вместе с опекунами. Помогаем в дальнейшем ребенку решать вопросы жилищные. Любые вопросы, которые связаны с защитой прав ребенка, и это возлагается на специалистов органов опеки. Сегодняшнюю встречу посвятили еще одной важной теме – защите жизни и здоровья ребенка. Обсудили эвакуацию при пожаре и меры профилактики, как не допустить ЧП. Помогают специалисты ведомства и тем, кто только мечтает усыновить чужого ребенка. Подготовиться к особенному этапу в жизни и узнать все детали процедуры можно на Ленина 108.2. Екатерина Борисова, Максим Яценко, программа «Город».